Всем привет и добро пожаловать в решение нашего упражнения. Я начну с самого нуля. Собственно, единственное, что здесь у меня есть в самом начале моей сцены, это просто подготовленная такая платформа с небольшой горкой и всё. На деле это просто 4 бокса, 4 BSP-меша и больше ничего. Итак, давайте начнём. Для начала я просто импортирую сферу в сцену. Дальше здесь найдём вкладку «Physics» и поставим галочку на «Simulate Physics» для симуляции физики. Запустим и видим, что у нас шарик начинает скатываться с горки. И на этом всё пока с этим. Дальше я создам из этого блупринт, чтобы у нас было больше контроля над тем, как данный шарик себя ведёт, где он спаунится и прочее. Этого делать, конечно, не обязательно, можно использовать просто актор, но мне хотелось бы сделать из этого блупринт. Итак, у меня выделена моя сферка. Я перехожу в Blueprints. И здесь «Convert Selected Components to Blueprint Class» или сконвертировать выбранные компоненты, в этом случае сферу, в класс блупринта. Создадим. Хорошо, откроем теперь. Здесь никаких коррективов нам делать не нужно. Просто ставлю как есть, неважно. Закрою. И эту сферку удалю. Просто она больше не нужна, так как блупринт мы создали. Хорошо, давайте сделаем логику внутри блупринта уровня. Давайте его откроем. Blueprints, там, Open Level Blueprint. Опять же, помните, это блупринт, который универсален для текущего открытого уровня. И именно внутри этого блупринта я и создал логику для спауна шаров. Итак, первое, что нужно сделать, это, собственно, заспаунить шары. Для этого давайте найдем функцию Spawn Actor. Spawn Actor from Class. Здесь нам нужно указать, во-первых, класс, который мы хотим заспаунить. Как раз для этого можем использовать наш блупринт. Вот он, нашел его. Вот он. Дальше нам нужно указать Transform. Это, проще говоря, точка, где данная сфера должна заспауниться. Мы можем разбить данный ввод на три составляющих. Это даст нам местоположение, вращение и масштаб. То есть, проще говоря, мы должны сказать шару, когда он спаунится, где он должен это делать, как он должен быть повернут и какого он должен быть масштаба. Хотя масштаб нам по-хорошему трогать вообще не надо. Нам стандартный более чем нравится шару. Если мы сейчас данную функцию просто исполним, у нас шар появится на позиции 0,0,0. Грубо говоря, в центре сцены, центре мира. Давайте теста радио возьмем сверку и просто ее позицию поменяем на 0,0,0. Просто чтобы посмотреть, а где она вообще по идее будет появляться. И видите, она появилась аж вот тут. Это центр сцены. Разумеется, это не то место, которое мы хотим. В нашем случае, наверное, нас интересует место 0,0 и 430 по Z. Скажем так, это будет самое оптимальное. Хорошо, пусть будет. Дальше хочу, чтобы у меня акт распаунился через ивент BeginPlay. Давайте его используем. Я удалю это пока. Запущу. И, собственно, да, можете видеть, что у меня шар спаунится и скатывается вниз. Разумеется, если мы поменяем ивент на тик, у нас шары будут спауниться каждый кадр. На деле это даст нам просто миллиард шаров за очень короткий промежуток времени. Именно поэтому нам здесь нужен нод Delay для создания задержки. И, скажем, задержка пусть будет точка 3. То есть, по-хорошему, наши шары будут спауниться каждые 0,3 секунды. Давайте-ка запущу, посмотрим. И да, видите, они, конечно, хаотично себя ведут, потому что они спауниться фактически друг на друге. И это приводит к такому странному поведению. Но так-то забавно, конечно. Давайте, может быть, все-таки поменяем масштаб, Scale. Скажем, давайте в половину их уменьшим, пусть будет везде точка 5. 5. Запустим, посмотрим еще раз. И в целом, да, я думаю, что это более чем нам подходит. Ничего такого прям сложного здесь нет. Хорошо, давайте зададим локаторы. Это точки, с помощью которых мы сможем менять местоположение актора. Такие локаторы называются целевыми точками или target point. Их можно найти во вкладке All Classes вот здесь. Это что-то, что найти немножко сложно, но оно существует, и это можно очень круто использовать. Давайте я просто вобью в поиски, вот, target point и все. Данная точка, данная целевая точка, просто определяет позицию в мире и очень хорошо подходит, буквально идеально подходит для спауна чего-либо, где-либо. Давайте переименуем данную точку, так как она у нас будет не единственная, и будет target point 1. Я дублирую ее. Точнее, сначала смещу влево, потом дублирую. Вторая точка будет правее вот здесь. Дублирую еще раз, и третья точка будет вот здесь. Можем, давайте, сверху их выровняем, просто идеала ради. Это не обязательно, конечно. Ну, как-то вот так пусть будет. Так. Alt плюс G, чтобы вернуться обратно к перспективе. Хорошо, теперь у меня есть три целевые точки. И дальше я сделаю то, что мы с вами уже делали в массивах. Я выделяю все три точки. Я открываю мой blueprint уровня. И дальше использую reference на эти три точки. Теперь у нас есть три целевые точки. Из них хочу вытянуть get actor location. И это я уже подключу в нот spawn actor. То есть я использую местоположение этого актора как точку, откуда будут спауниться сферы. Я скомпилирую, запущу. И вот из этой точки, из первой, самой левой, должны будут спауниться теперь шары. И так и происходит. Давайте создадим массив. Мы это делали в упражнении с массивом. В целом здесь не должно быть у вас проблем. Давайте массив сам будет называться target points array. Как массив с целевыми точками. Почему бы и нет? Скомпилирую. Тип поменяю на actor. Разумеется, переключусь в режим массива. Скомпилирую. Дальше здесь можем указать в массиве наши самые точки. Три элемента новых просто. Окей, эти парни мне здесь больше не нужны. Я могу просто вытянуть теперь мой массив. Дальше использую функцию get, чтобы получить доступ к тому или иному элементу. В этом случае индекс 0 даст нам доступ к первой точке, индекс 1 к второй, индекс 2 к третьей. Дальше здесь вытягиваем уже опять get actor location. Это даст нам местоположение той или иной точки, в зависимости от индекса, которую мы уже подключаем в spawn actor. И это основа. Вот из этого всего мы и делаем наш функционал. Хорошо. Мне теперь нужно сделать так, чтобы у меня была возможность переключаться между местоположением. То есть менять значение индекса. Для этого мы спокойно можем создать переменную, интеджер целого числа. Мы это с вами опять же уже делали в упражнении на массивы, поэтому я уверен, что вы с этим справились более чем. Поменяем тип на обычную переменную. Будет интеджер. Скомпилируем. Дефолтное значение у нас 0, что логично. Подключаем. Хорошо. Теперь данную переменную можем использовать внутри массива. Нам теперь нужно только сделать так, чтобы мы могли переключаться между значениями этой перемены. То есть значения 0, 1 и 2. В моем случае я использовал клавишу 1, чтобы переключаться между точками. Здесь я хочу, по сути, просто взять мою переменную, значение моей переменной. И каждый раз, когда я буду нажимать на единицу, я буду прибавлять по одному. То есть если у меня сначала 0 индекс, я нажимаю 1, у меня первый индекс, это переключает нас на вторую точку. Нажимаю еще один у нас второй индекс, это переключает меня на третью точку. Но, разумеется, есть проблема. Если я нажму еще раз, у меня получится индекс 3, а у нас нет индекса 3 в этом случае, по крайней мере, в массиве. Давайте я покажу. Окей, оно появляется, нажимаю 1, появляется там, нажимаю 1 еще раз, появляется в третьем месте. Но если я нажму в четвертый раз, у меня мои сферы спаунятся на нулевой точке, потому что они просто не знают, куда еще идти, потому что четвертого индекса, четвертой точки у нас нет. И здесь как раз нам и нужно использовать наш flow control, или control за потоком данных, чтобы данный косяк исправить. На деле проблема в том, что когда у нас индекс массива будет равен трем, мы должны сбрасывать счетчик своего рода, сбрасывать значение переменной до, допустим, нуля, и начинать заново. Чтобы данный функционал реализовать, мы должны использовать branch или условие. Допустим, как оно работает, если у нас значение переменной 2, мы сделаем так, что мы больше не можем прибавлять значения, и может быть сделаем так, что мы можем обнулить текущее значение переменной. Хорошо, давайте импортируем branch, просто зажимаем клавишу b и кликаем левой кнопкой. Я возьму нашу переменную с целым числом, и здесь хочу сделать проверку на факт того, меньше ли это число какого-то значения. Поэтому я использую оператор стрелки влево. И меньше, чем что? У нас последний индекс в массиве – это индекс 2. Значит, если мы укажем здесь значение 3 в условии, по идее, то должно быть достаточно. Или, проще говоря, что мы можем сделать – это взять массив. И дальше нас интересует последний индекс в массиве. Для этого есть специальная функция, которая так и называется – lastIndex. В этом случае последний индекс 2, разумеется. Я подключу это сюда. Так просто нас обезопасит от того, что, скажем, если мы в будущем добавим больше целевых точек, у нас получится больше индексов, нам не придется, скажем, вписывать значение просто 2 или просто 3 или просто 18, неважно. Это всегда будет меняться в зависимости от того, сколько у нас индексов и какой из них последний. Это очень практичный код. Подключаем в условия. И что получается? В этом случае, если значение integer у нас меньше, чем значение последнего индекса, тогда у нас наш функционал работает. То есть мы прибавляем единицу к нашей переменной и там дальше у нас все переключается, все работает. Ну а если это неправда, если условие у нас ошибочно, мы просто хотим взять и обнулить нашу переменную. И это поможет нам избежать ошибки того, что мы перескакиваем на нулевую точку и начинаем спаунить сферы там. Посмотрим. 1 нажимаю. Нажимаю. 1 еще раз нажимаю. Видите, 0. Еще раз 1 и так далее. Все работает. Я успешно переключаюсь между тремя точками. Я еще подправлю задержку в моем тике. Я хочу, чтобы там задержка была, может быть, 0.1. Скапилируем, посмотрим. Ну как-то безобразие на самом деле. Давайте 0.2 пусть будет. И последнее, что нужно сделать в рамках этого упражнения, это чтобы у нас была возможность при нажатии клавиши О запускать поток и нажатии клавиши С прекращать или закрывать поток. Для этого мы можем использовать гейт или ворота, сами знаете. Дальше я импортирую 2 ивента. Один ивент для клавиши О, другой ивент для клавиши С. Давайте-ка найду. Вот здесь О. И дальше найдем С, как close, как закрывать. И по сути на этом все. По стандарту у нас все будет закрыто. То есть, когда мы запустим игру, тут ничего спауниться не будет в самом начале. Нажму О, спауниться. Нажму С, не спауниться. И вот оно все работает. Давайте расширим окно для удобства. Нажимаю 1, у нас точка спауна меняется. В общем, все работает. Ну, молодцы. Это так-то очень простое упражнение, но оно очень важно для того, чтобы вы просто поняли, как работают все эти системы контроля потока. Весь этот flow control, все эти ноды с бранчем и прочее. Плюс еще и в связке с массивами, потому что очень часто они используются с массивами. На этом все. Давайте пойдем дальше. Продолжение следует...